Мотор. Да, уже всё. Хорошо. Ну, в прошлый раз мы закончили о том, что я дал вам задание по поводу того, какой мир вы хотели бы сотворить и вместе с кем вы хотели бы это делать. Мне интересно услышать ваши какие-то вопросы. Кто-то подумал об этом задании? Да, верно. Меня не было, я задания не слышал, но ответ очевиден. Мир доброты и счастья вместе с Ваней. Без Вани такое не получится. Конечно, надо выбрать с кем вы. Речь шла о том, что Бог творит новый мир и Он это желает делать не сам, а вместе со своими детьми. Вместе с церковью. Ну, вот я ребеночка приходил. Хорошо. Ладно. Ну, поскольку наши занятия не связаны с темой канонии, и в прошлый раз я сказал, что главное богослужение церкви, которое мы называем литургией, во время которой мы приносим Богу дары и получаем дары от Него, это такое вот торжество и на ней самое явное, самое очевидное в этом мире. И вот начнем, как бы возвращаясь к теме литургии, начнем с простого вопроса. Какие необходимые условия для того, чтобы литургия совершилась? Что для этого нужно? Священник. И хожа. Они? Нет, они несовершенно. Они собираются именно для того, чтобы их совершать. Ну, вроде все. Ну, там, наверное... Люди. Алтайцы. Люди скутали, да. Священники и прихожане. Все. Храм? Храм, на самом деле, необязательно. Да? Алтайцы. Не-не, ну... Алтайцы, не обязательно. Не-не, ну, нужны там дары, все там... Ну, да, вот необходимое, да. То есть... Вино, вода, хлеб. Это действительно необходимо, потому что нечего будет приносить. Ну, вот, понятно, и все, хватит. Да. То есть, если... Если вы поспрашиваете священников, или, может быть, кто из вас знает, у обычного прихожанского священника в храме, на алтаре, там, есть такой специальный, как... Плат. Плат, да. То есть, такой вот кусок ткани красивый. Да. И... Особенность этого... Этой ткани, в том, что там подпись епископа. Да. Правящего археек. То есть, это фактически позволение на совершение вот литургии. Если есть епископ, ну, например, приехал в гости к вам епископа, ему не нужен вот этот вот вклад, который называется как... Никто никого. Я за это пришла. Слово анти начали. Анти... Анти... Антимец. Я не знал. Вот. И... Если обычному священнику нужно вот такое вот позволение епископа, то епископу такое позволение не нужно. И, в общем-то, может служить без него, и может служить без храма, но не может служить все равно без... Присутствующих людей. Я вот встречался с некоторыми епископами, которые, когда приезжали там к своим... Тем людям, которые их хорошо знали, они вот запросто могли служить литургию, где вот в любом помещении даже на свежем воздухе. Например. Нормально сразу вот так. А может священник просто служить сам в литургии? Нет. То есть обязательно должен быть еще кто-то? Да. Особенность литургии то, что это общее дело. Хотя бы два, да? Хотя бы два человека. Кроме священника? Кроме священника хотя бы еще кто-то должен. Один хотя бы? Хотя бы. А, да. Есть... А, да. У меня вопрос. Алтарь, он уже закрытый, как на свежем воздухе? Вот закрытые алтари, это, скажем так, не с самого начала это все это пошло. Ну, православное, да. Это тоже не сразу возникло. Например, в древней церкви были разные, скажем так, помещения, в которых служилась литургия. По-разному они не только снаружи выглядели, но и внутреннее устройство этих помещений было различным. Вот, традиционная для большинства храмов внутренняя вот эта вот архитектура, ну, в общем-то, она чем-то копирует то, что было либо в синагоге, либо даже в том же иусульмском храме. По крайней мере, вот эта вот алтарная преграда, она чем-то напоминает завесу, разделяющую святого и святого святых в иусульмском храме. Но вот в годы ранней церкви были еще такие помещения, которые называются ротонные. Там престол был посередине. То есть церковь собиралась вокруг. Это вообще очень интересно. То есть у нас сейчас там вот строят храм, сразу думают, где восток, ориентируют так, чтобы алтарь был на восток направлен, а там вокруг. Это тоже как бы не какая-то придумка, потому что, если мы читаем откровения, где описано немножечко богослужение на небесах вокруг Божьего престола, а не вокруг Божьего престола. Со всех сторон. То есть тут на самом деле формы этого помещения не настолько принципиальны, как можно показаться. Очень часто бывают случаи, когда храм, например, только строится. То есть есть община, и вот они строят храм, и у них нет помещения, где служат. Если погода позволяет, они служат просто на улице. То есть вместо там такого основательного алтаря престола может быть что-то очень простое. Например, столик вынести, там даже топоведку поставить. Это не принципиально. То есть вот это вот все внешнее, это не самое главное. Самое главное, это опять же в литургии, это те, кто собрались. Потому что, как мы говорили, не священник служит для людей, а они все друг другу сослужат, все сослужители. То есть литургия это общее дело. Нельзя присутствовать на литургии в качестве зрителя. Это не спектакль. Только в качестве участника можно присутствовать. Иначе это не литургия. А оглашенная? Заметим, литургия делится на две большие части. И в общем-то можно говорить о двух таинствах, фактически, которые можно назвать даже одинаковыми. Первая часть литургии называется частью литургии оглашенных. То есть литургия, рассчитанная в том числе и на тех, кто только готовится принять крещение и войти в церковь. И литургия верных. Основная часть литургии верных это... Ну, причастие. Да. Вот. Основная часть литургии оглашенных... Чтение Священного Писания. Чтение Писания и Проповедь. Поэтому первая часть литургии называется литургия Словом. Но, в общем-то, вторая тоже со Словом связана. Христос кто? Только с Большой Бухой. И там с Большой тоже Бухой. Потому что, когда мы говорим о Слове, о Слове Божьем, то это понятие на самом деле более широкое, чем можно показаться. Это и то Слово, которым Бог мир творит. Это и записанное Слово Божье. Это и воплощенное Слово Божье. Да? Слово стало плотью, обитало с нами, полная благодать есть. Вот и там, и там преподается Слово. Но по-разному. И самое интересное, что, когда преподается Слово в виде чтения Священного Писания, в виде проповеди, если вы неплохо знаете Библию, вы можете вспомнить один интересный момент. Когда в видении Бог подал пророку свиток со своим словом и попросил, чтобы этот пророк этот свиток съел. Немножечко странная просьба, но когда он этот свиток вкусил, то есть это было слаще меда, то есть он описывает как что-то очень-очень вкусное. И в Писании, в Библии встречаются тексты, которые говорят о том, что люди питаются Словом, причем Словом, которое произносится Богом. То есть по-любому Слово от Бога исходит. Но вот способ принятия этого Слова различен. И там, и там мы это Слово воспринимаем и можно сказать едины. Но в одном случае это Слово преподается в виде звучащего текста, которое читается, да, или произносится в виде проповеди. А в другом, примите и идите, все есть тело, все есть кровь, планеты. То есть на самом деле очень много параллелей, очень много общего. И как раз вот литургия Слова, то есть с чего был вопрос, да, вот как оглашенный, да. Вот литургия Слова сейчас она занимает, наверное, большую часть вообще, общего, от общего времени богослужения. И во время этой части произносится очень много важных молитв. То есть очень интересная штука, которую мало кто замечает. Большая часть богослужения рассчитана на то, что верные, то есть крещеные христиане, могут молиться вместе с теми, кто еще даже не крещен. Причем они вместе молятся об очень важных вещах. Вот тоже такой интересный момент. И возвращаемся к литургии. В прошлый раз тоже мы говорили, что очень важно, когда мы на литургии действительно осознанно собираемся. То есть не просто мы пришли отбыть какое-то время и уйти, а мы готовимся к этому совместному действию, к этому богослужению. И начинается литургия с собрания. То есть время, когда община собирается вместе. Сейчас люди мало, опять же, к этому готовятся. Ну многие как знают. Вот если я хочу. Вот тогда нужно паузу сделать. Пока выключите. Сейчас, сейчас. Да, посмотрим. Давайте. Храм свидетеля Николая на сколько довольно будет? Да, кстати. Но он, по-моему, перестроен уже как ротонду. Наверное, он раньше был другой, а сейчас построен как ротонду. Я читала, что он перестроен. Потом в советское время его так сказать хотели убрать, а какой-то очень умный архитектор придумал сделать из него красивую ротонду, и храм сохранился. Да. То есть престол станет просто по средине храма? Просто по центру. Центру. А есть такие храмы? Ну вот я сам лично таких храмов ни разу не видел. Но, скорее всего, где-то есть. Потому что я видел фотографии, например, какие-то древние храмы. И в таком вот расположении. Просто сейчас нам очень как бы непривычно. Потому что то, как все внутри устроено, у нас, в общем-то, нет. Там она и был просто не закрыта, там стоит. То есть храмы и там все таятся. Есть храмы привычные нам внутренней архитектуры, но где нет очень большого иконостаса, и там алтарная перегородка такая чисто символическая, невысокая. Ну, порядка. Сантиметров в сентябре. А вот Вас и кого сейчас? И когда служили матушке Милане дома, то есть вот свободная территория, и даже вот храм, который ново построен, тоже еще не имеет никакого иконостаса, можно все видеть? Это возникло гораздо позже. Потому что в годы ранней церкви ничего подобного нет. Я вот в прошлый раз рассказывал, что, например, Евгарисия совершалась, ну, венчала общее собрание церкви, которое начиналось с Агапы. Просто вот такого вот хорошего семейного дружеского застолья. То есть там ни о каком причастии на тачаке речи, конечно, не велось. Итак, с чего начинается литургия? С того, что народ собирается в храм. У нас люди сейчас стараются собраться в храм, ну, там, заранее, ну, например, для того, чтобы поисповедовать. И одни справедливости и причастия, это совершенно разные таинства и, на самом деле, друг с другом не взаимосвязь. Даже сейчас в некоторых киевских храмах, ну, разумные священники не требуют от каждого, кто пытается причащаться и исповедоваться. Потому что если человек живет нормальной, полноценной христианской жизнью, и он, у него нормальные отношения со священником, то есть священник знает, как протекает жизнь человека, то есть ему далеко не обязательно каждую неделю идти на исповедь. Ну, просто подходит, берет богословение, причащаться и все. Но канонам же это надо. Нет, такого канона нет. Как ни странно. То есть очень важно понимать, что те традиции, которые мы можем встретить в одной стране, могут совершенно не совпадать с традициями, которые в другой православной стране. То есть если вы будете изучать, как богослужения проводятся, например, греками, где-нибудь там, в Грес, или на территории вот, ну, современной Турции, константинопольским патриархам. Заметите разницу. Но, опять же, вот эти различия местные могут быть какие угодно, но самая главная суть, она все равно сохраняется. И вот, снова повторю, что начало литургии — это собрание людей. И люди, когда собираются, они не просто, это не просто вот время, когда все собраются. То есть там, допустим, там священник выглянул, посмотрел, народ собрался, значит, можно сложить это или еще что-то. Это было особое время. Это было время приготовления к совершению литургии. Сейчас мы приходим в храм, и там все уже есть. То есть, если, например, лично я не приду в храм, ну, это на литургию мало как повлиять. Правда? Потому что в храме есть все необходимое для совершения литургии. в храме, там, хлеб, вино, вода, свечи, там, масло лопатное, там, елей, там, еще что-то. То есть, все вот эти вот вещи, они уже, как мы в храмах, есть. Ладо. Вот до сих пор в некоторых странах, а в древности так это повсеместно было, в храме не было запасов ничего этого. То есть, люди приносили сами хлеб, вино, свечи, ладо, масло и все остальное. Ну, почему? Как раз там заболело, и все, как привезло. Вот. Так вот, в том-то все и дело, что когда есть дружная община, это же все вещи, они очень способствуют единению людей. Когда есть дружная община, вот такая вот семья. Даже если кто-то заболел, все равно будет кому-то обменить. Или все идут к нему, да. И, представляете, когда человек приходит, когда, когда человек вот готовится, когда он понимает, что он не просто должен прийти, а еще что-то принести, у него совсем другое отношение к тому, что происходит. Сейчас на каких богослужениях людей больше всего? Это вам любое священие скажет. Там, где что-то раздают. Серьезно, да? Либо там, артос раздают, значит, людей будет много. Воду освящают, ее раздают, людей будут валом. Там какие-нибудь там, плоды освящают, раздают, людей будет валом. А вербы освящают, людей будет валом. Понимаете? Вот когда человек приходит для того, чтобы что-то, когда человек знает, что вот он придет, и он что-то получит такое, вполне ощутимо, что можно потом домой принести. Он придет. И тут радоваться нечему. Потому что это показатель того, что у людей сложилось потребительское отношение к церкви и богослужениям. Они приходят что-то взять, а не что-то отдать. Вот если у вас есть знакомый, и у вас с ним какие-то отношения, ну вы замечаете, что он постоянно от вас желает чего-то получить. Вам с таким человеком легко общаться или трудно? Вот хотели бы быть, чтобы быть окруженными теми, кто от вас потратится все время что-то получит? У нас есть. Вам. Младше. Четыре есть? Ну, детям. Рукотором. То есть могут быть, вот как отношения с такими людьми строить? Легко или тяжело? Ладно. Легко. Легко. Да. И потом ты понимаешь, что… Дать больше нечего. Взять больше нечего. Вот. На самом деле, такие отношения не строятся на принципе любви. Настоящая любовь всегда ищет, чем вы поделились, чтобы отдать. Да. То есть когда встречаются два человека, они друг друга любят, они друг другу что-то отдаются. Не так, что один только получает, а друг другу отдают. Они друг с другом чем-то делятся постоянно. Вот. Знаете, как бы один из самых знаменитых стихов Библии? Его часто называют золотой стих Библии. Нет. Иоанна 3.16. Это сразу все объяснишь. В любой протестантской церкви он скажет, что Иоанна 3.16. Иоанна 3.16. Не все. Не все. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего одинородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Между прочим, этот стих цитируется на каждой литуре. Когда? Да. Это золотой стих Библии? Ну его так честно называют, да. Всей Библией? Всей Библией. Потому что в общем-то вся Библия об этом. Что Бог настолько полюбил мир, что отдал Сына Своего для нашего спасения. То есть так полюбил, что отдал. Не так полюбил, что взял. А так полюбил, что отдал. Потому что когда мы стремимся от кого-то что-то взять, мы его не любим. А когда мы стремимся отдавать, вот мы любим. Вот например, там вот родился маленький ребенок в семье. И казалось бы, ну он же ничего дать не может. Но на самом деле он очень много дает, хотя им нуждается в очень серьезной заботе. И все в общем-то с радостью заботятся об этом в маленьком человеке. Вот. Потому что его любят. За ним ухаживают, его кормят. Укладывают спать там. Переживают, если он вдруг плачет, мечет или еще что-то такое. То есть он окружен настолько плотный как бы забот. Ну, имеется в виду в нормальной семье. Но и он тоже в ответ что-то дает. Потому что та радость, которую он приносит, не напрягаясь ею делиться со всеми, она, скажем так, преображает всю семью. И приносит очень много положительных всяких эмоций. И вот любовь, она построена в том, чтобы отдавать. И вот если мы Бога любим, мы тоже будем стараться что-то ему дать. У нас в общем-то особо ничего, не то что особо ничего, у нас вообще ничего своего нет. Потому что все, что у нас есть, оно и так от Бога. Правильно? Но тем не менее, в Писании есть один очень интересный принцип. Есть одно такое предостережение, которое в Торе, в основе Ветхого Завета, в Петербурге Моисею, встречается трижды. В книге Исход два раза и в книге Второзакония. Вот я прочитаю Исход 34 глава 20 стих. Это Бог говорит Моисею о том, как народ должен к Богу приходить. Значит, слова Бога. Пусть не являются предлицо Моё с пустыми руками. И это повторяется трижды. С пришествием Христа этот принцип никуда не девается, никуда никак не упраздняется. И он сохраняется по сей день. То есть, когда человек приходит к Богу, он не должен приходить с пустыми руками. Если в Ветхозаветные времена люди приходили, например, в святилище с Кинью или в Иерусалимский храм, И, как правило, они приносили каких-то живых существ жертву. Ну, в некоторых случаях тельца. Это дорого. Вот, у кого нет тельца, барана. Вот, в некоторых случаях можно было не барана, потому что тоже, как бы, не всем по карману, а, например, двух голубей. Или еще что-либо. Вот, но очень много было таких вот жертв, то, что называется кровных, да? Когда эти существа приносили жертву, проливалась их кровь. Были некоторые приношения, которые не связаны были с пролитой крови. Они не... они гораздо реже встречались. Это были приношения хлеба, муки и елея. Ну, масла рифкового. Вот, а вот основные жертвы все-таки были кровь. Сейчас нам... да. А праздник пришла же приносить? Ну, были, например, такие ситуации, когда какой-то праздник, его человек, он должен был что-то принести и к святилищу. В святилище, да, там, оно могло идти левитом, священником и так далее. И также он должен был накрыть стол для своей семьи. И это дело отпрасно, это все регламентировалось. Ну, просто Каин же принесил Богу, да. Это до... Это до жертвы. Это еще до закона. Ну да. То есть мы сейчас говорим именно уже о временах, когда был закон Моисея, когда уже сам Бог сказал, чего он желает, чтобы ему люди приносили. Вот. Но сейчас потребность в кровных жертвах отпала полностью. Потому что была принесена совершенная жертва Христова. Он принес сам себя и пролил свою кровь этой крови достаточно. Нам не нужны больше там жертвоприношения овнов, тельцов, голубей. Свиней. Свиней не приносили, а язычники приносили. По закону это животное не чистое. Поэтому еврейский или нет? Не кошель. Не кошель. Не кошель. Совершенно верно. Что же мы можем принести? Какие жертвы мы должны приносить Богу? Что мы должны нести в руках, да? Не с пустыми руками. Что мы должны приносить? Китайцы. Нет, не надо. Мяса по-моему сейчас совсем много. Вообще не приносится в храм. Даже освещается. Ну почему? Приносит. Как пасха, как колбасу. Да. Мясо по-францесски. Вот. Всяж выручка. Вот с чем нам приходить в храм? Если не с пустыми руками, то вот. С пасхой. Это? С пасхой. Ну это раз в год. А остальное время? Думаю. В обычное воскресенье. Нет, обычное воскресенье, не праздничное. Но ничего не было. Их не приходили ко мне с пустыми руками. И все. Ну про материальные вещи и говорили? Не только. Ну тогда там не знаю. Многие команды были. А вот давайте подумаем. Добротой? Нет. Нет, это важно. Это важно, кстати. Это важно. Добротой? Нет. Добротой. Ну это, скажем так, это само собой разумеющиеся вещи. Но вот, да вот, храм, это то место, где вообще-то жертвы приносятся. Вот какие жертвы там мы приносим, приносим, должны? Грехов. Что-что? Грехов. Нет. Это, конечно, мы Богу отдаем. Он у нас их забирает. И обменяет их на свое прощение и свою любовь. Вот. Но это не то. Ну, во-первых, начнем с простых вещей, да? Как я уже говорил, в древней церкви встреча начиналась с вечерей любви. Так называемой Агапы. Да. Это было такое вот, хорошее семейное застолье. Вот иногда мы... Но это же не в храме делалось? Ну, на тот момент еще и храмов-то только. Это когда... Это происходило в том месте, где потом было причастие, правильно? Да, да. То есть это все по-домашней мученикам. Вот. Потому что первые христианина, например, Иерусалимская обещина. Семирали Сталина? Да, они приходили в Иерусалимский храм. Но в Иерусалимском храме они ни Агапа не праздновали, ни вечерями совершали. А так вот по домам обычно. Да, обычно. Вот. Никто там... Никто не думал, что это помещение должно быть каким-то особенным. На самом деле. Просто оно должно было быть достаточно удобным и просторным, чтобы все поместились. Поэтому, если был какой-то... Всем богатый. ...богатый человек. Если был какой-то богатый человек, у него была большая комната, он, как правило, всех принимал у себя. То есть это не было особое отдельно построенное там храмовое помещение. Это все позже появилось. Ну вот, например, иногда мы по разным случаям собираемся с друзьями и говорим, ну пойдем на пикник. Или просто у кого-то соберемся. Или даже в церкви мы можем устроить какие-то там, не знаю, встречи. И договариваемся, что каждый что-то на стол приносит. Так вот, складчиваем. И накрывается вполне неплохой стол. Вот. Люди это все вкушают, общаются. Такое вот... Хорошее время происходит, которое способствует построению каких-то дружеских отношений. И вот, например, в ранней церкви, когда люди приходили, они, во-первых, готовились к этим самым агапам. Они что-то приносили для этого. Вот. Сейчас у нас агап этих нет, они давно как бы прекратились. Но... У нас ведь тоже что-то иногда интересное происходит. Ну, например, есть храмы, которые заботятся там о бездомных людях. Да. Вот. Чтобы этих бездомных кормить, ну откуда-то продукты брать надо. И вот, если община переживает об этих людях, люди будут думать, что вот мало нам прийти в храм помолиться, нам еще нужно подумать о тех, кто в нужде находится, что-то принести. Потом, например, еще простая штука, да, вот. Сейчас храмы отапливаются газом, да, освещаются электрическим светом и проще всякие такие коммунальные расходы идут. Иногда очень серьезные. Мы этих цифр часто не знаем. Но когда мы их узнаем, у нас глаза на лоб лезят, потому что это очень серьезные суммы. Если это наш храм, если мы осознаем себя общиной, значит, нам нужно думать о содержании этого храма или надеяться на какого-нибудь дядю-миллионера, который все расходы походу. То есть тоже об этом нужно знать и об этом как-то думать. И если мы хотим в этом помещении собираться, если мы хотим, чтобы у нас вечером было светло, а зимой было тепло, значит, нам нужно как-то это все обеспечивать. Это не кто-то должен для нас делать, а это наши дети. Тоже имеет отношение к литургии. В древности интересно, что вот все те продукты, которые использовались для приготовления даров, они ведь тоже не где-то закупались в специализированной просфорне и винодельне, а люди это все сами приносили. До сих пор во многих странах так оно и есть. Люди приходят в храм, и вот в древности люди приходили в храм, и хозяйки приносили свои просфоры. Само слово просфор означает приношение. И дьякон отбирал там эти просфоры, подходящие для того, чтобы использовать дары, кино отбиралось и так далее. Люди и лада приносили и так далее, и все остальное. В храме из запасов всех этих вот необходимых вещей не было. То есть если люди не пришли, не принесли, все. Так вот реально, ну если не пришел кто-то один из них, не приносил, ну ладно, что? А так несут? Несут многие как правила? То есть каждый раз приносят и доносят, приносят и доносят? Нет, приносят там необходимые и все. Как-то договариваться. Опять же, когда есть община, то люди хорошо друг друга знают, и знают обстоятельства жизни друг другу. И если вдруг кто-то уезжает, кто-то болеет или еще как-то, то это известно. Вот например, если кто-то заболел, не пришел на литургию, что должна сделать община? Помолить. А еще что? Заменить его, то что он может сделать. Обеспечить доставку святых даров к этому человеку. Ага. Так вы говорите, что человек должен присутствовать, там литургию участвовать в не атакном паркулсе? Одно дело, когда человек не пришел на литургию по неуважительной причине, проявленной веры на роду, а другое дело, когда пришел на уважительность. У него человек долго и тяжело болеет. У него просто здоровья нет. У него нет возможности. Ну, допустим, в постели приходят, да. И очень сложно его, скажем так, заставить в храм. Но он молится, да, вот. И если община признает его своим членом, а что мы читаем в Писании? Страдает ли один член? Страдает все тело. То есть, если он нам член, он нам близкий, родной, да, он свой, то как мы можем чувствовать себя хорошо, когда у него горе? Поэтому, если он наш, да, то мы будем о нем заботиться. Мы будем ему помогать, будем его поддерживать. Не только молиться. Потом, например, в древней церкви, когда вот такие вот приношения приносились, от кого их принимали, а от кого их не принимали приношения? Не догадываетесь? Может, только отвергли? Только отвергли. Даже если у оглашенного, например, там жена христианка и вся семья христиан, и они по какой-то причине не могли прийти в собрание, и они решили через своего, например, родственника, который только оглашенный, передать какие-то дары, эти дары не принимались. Лично отвергли принимались только. Через оглашенного даже передать нельзя было. Они просто не принимались. Немножечко странно. Но это, поверьте, это срабатывало и очень хорошо. И вот, например, есть интересный какой-то древний документ, который называется «Завещание Господа Иисуса Христа». Ну, это документ третьего века. Это не в буквальном смысле завещание Христа, поскольку он жив. И то завещание, которое было связано с его смертью, оно исполнилось. И немножечко от другого. Ну, это некие вот правила относительно жизни церкви. Вот прямая цитата оттуда. Да не принимается хлеб от оглашенного, хотя бы он имел верующего сына и жену, и желал бы за них совершить приношение, прежде чем не будет крещен. Насколько принципиально? Насколько принципиально это все будет. То есть вот время, когда оглашенные могли быть в храме, все. Время это выходит «До свидания». Все покидают храм оглашенные. Остаются только те, кто верны. «До свидания». Потом еще интересный вид приношений или жертв, которые мы можем приносить, это жертвы уже, скажем так, не настолько материальные, как хлеб, вино, продукты, деньги или еще что-то. Вот апостол Петр пишет, это первое послание Петра, вторая глава, пятая стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусу Христу». То есть вот есть понятие о неких духовных жертвах. Какие эти жертвы бывают? Ну вот апостол Павел, видите, пишет послание к именам, первое, двенадцатая глава. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть самая главная жертва, которую мы приносим, это самих себя. И для чего это жертва? Для служения Богу. А что значит «принеси себя в жертву живую Богу»? Это как? Это что? Для себя правильно. Ещё что можно добавить к этому? Ну. Регина и другие. И для чего? Молить. И что ещё? Вот тут просто мы должны осознавать, да, что Бог желает изменить в этом мире. Насу. Ну а кроме нас, да, много всего, непорядка всякого. Как Он это будет делать? Через нас. Но чтобы Он это сделал через нас, мы должны быть в полном Его распоряжении. То есть если мы чётко понимаем, вот что Бог желает, вот мы видим, да, это несовершенство в этом мире, и мы понимаем, что вот Бог желает их праздничать, чтобы их не было. Мы не только должны об этом говорить, мы должны привыкать какие-то усилия для того, чтобы эту ситуацию изменить на Божьей помощи. Вот что бы на нашем месте сделан Христос? Вот лет десять назад очень популярно были такие разные там, там браслеты, там всякие там фенечки, брелоки и так далее. Там четыре буквы английские были. W, W, J и D. Такое сокращение. What will Jesus do? Что бы сделал Иисус? Очень правильный вопрос. Его нужно частенько себе задавать. Вот если мы знаем, читаем Писание, да, знаем Евангелие, мы видим в этих текстах характер Христа, мы с Ним общаемся, мы имеем личное познание Его не только через книги, и мы понимаем, да, вот, как бы проникаем в Его сердце, оно нам открывается, и если мы знаем Его характер, мы можем предположить, да, вот, причем это не какое-то там гадание будет, а, в общем-то, будет у нас уверенность, вот, окажись Он на нашем месте, как бы Он поступил, что бы Он сделал. И это призыв для нас поступать точно так же. Еще один надрывок из Послания евреям, 13 глава. «Итак, будем через Него, то есть через Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Не забывайте также о благотворении и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Здесь две жертвы упоминаются. Во-первых, это жертва хвалы. А что такое хвала? Вот есть, например, два слова, да, вот, или два, например, глагола – прославлять и хвалить. Мы иногда думаем, что это одно и то же. На самом деле, между ними есть разница. Можете догадаться, в чем она, где подумать? Ну да, прославлять – это как бы рассказывать и другим людям? Да. Возвести, так сказать, книжек, хвалить – это… Ну, хвалиться тоже, в общем-то, на виду других людей? Да, но хвалиться, если хвалить, то это хвалишь лично, прославлять – это говорить хорошо о человеке кому-то, а хвалить – говорить о человеке им. А когда человек, например, один на один с Богом, он его и хвалит, и прославляет. В чем? И свидетелей как бы этому нет, может быть, кроме этого. Да, да. В чем особая такая вот разница между прославлением и хвалой? Прославлять на этот же момент – это что? Допустим, можно прославить, то есть как завершенная форма – прославить. Вот есть… Есть, есть… Да, смотри. Когда мы кого-то прославляем, мы говорим о том, кем он является, то есть кто он, ну, в данном случае Бог. А хвалить – это какое? А хвалить – это за что-то, что он делает. То есть, когда мы прославляем, мы говорим о его сущности, да? А когда мы хвалим, мы говорим о его действиях. И вот здесь вот жертва хвалы. То есть, Бога хвалим за то, что он делает. А что он делает? Ну, конечно, мы можем прочитать Библию и посмотреть, что он делал там две тысячи, три тысячи, пять тысяч лет назад и так далее. Но будет ли хорошо, если мы будем ограничиваться только тем, только той хвалой, которая относится к очень каким-то давним деяниям Бога? Нет, мы же в это время живем. Мы же в это время живем. Присажите себе. Да. Если мы хвалим Бога только за то, что произошло когда-то давным-давно, знаете, о чем это говорит окружающим людям? Что это все давным-давно прошло. Что Бог умер. Потому что Он действовал когда-то, но никак не действует сейчас. То есть, если мы будем Его хвалить за то, что Он там делал во времена там Сергия Радонежского, там еще там кого-то, это значит, что тогда Бог был жив и действовал, и это было заметно. Если мы не хвалим Бога за то, что происходит сегодня, значит, Бог сегодня не действует. Но просто анализировать уже прошедшие события гораздо легче, чем происходящие. Конечно. Потому что нам легче сослаться на чью-то хвалу, чем иметь такие отношения с Богом, чтобы видеть Его действия и в своей жизни, и в этом мире. А это очень важно. Если мы не хвалим Бога за то, что Он делает с нами, значит, Он мертв в нашей жизни. Если мы не хвалим Бога за то, что Он делает сегодня, значит, Он сегодня мертв. Это будет так восприниматься внешними людьми. Это большая ошибка. Поэтому, приходя в храм, мы зараним на литургию. Потому что у литургии текст стандартный, да? Написанный много веков назад. Ну, там редактировался, конечно. Потому что то, что мы сейчас служим и называем литургией Иоанна Златоуста, это не то, что служил Иоанна Златоуста. Это надо понимать. Вот. Но, если мы идем в храм, мы должны заранее уже подумать, а что Бог сделал вообще-то за эту неделю в моей жизни? А за что мне? Какую жертву хвалы? А там же написано, не просто приносить жертву хвалы, а непрестанно приносить Богу жертву хвалы. Непрестанно. То есть это надо непрестанно, постоянно искать и замечать, что Бог делает в моей жизни, что Он делает сегодня и сейчас. А из этого предложения жертву можно убрать? Нельзя. Принесить Богу хвалу не ай. Вот жертву. А что он меняет? Что это меняет? Потому что, во-первых, жертва всегда связана с какими-то издержками, если так можно говорить. А если человек хотел принести в жертву барана, он должен был за него заплатить. Или он должен был забрать и вызвать. То есть он чего-то лишается, скажем. А чем мы лишаемся? Не то, что мы лишаемся, но от нас это требует каких-то усилий. Требует какого-то напряжения. Он не крестанно. Не крестанно. То есть это просто указывает на то, что мы должны стараться, да? Мы должны, то есть мы должны стараться, мы должны стремиться, мы должны прилагать усилия. То есть это подразумевает просто какую-то активность, да? Вот с нашей стороны. Ну, например, если там парень встречается с девушкой, он тратит на нее там свои деньги, покупает ей там, ходит в кафе, покупает цветы и катает на трансиды, допустим, да? Он тратит свое время, но ему это в радости. То есть он, в общем-то, не воспринимает это как женщина. Некоторые воспринимают это как инвестицию, да? Но если мы по-настоящему любим Бога, мы тоже это можем не воспринимать как жертву. И благочестивый, например, еврей времен Ветхого Завета, если он приносил жертву, он не думал, что он столько потратился на этого тельца, или он столько потратился на этого барана, ему это было в радость. Там же есть жертвы за грех, которые человек обязан был приносить, если он какой-то грех совершает. А были там жертвы, скажем так, по усердию, например. Человек не обязан приносить жертву, но он хочет. Ну, просто было много барана, что ли? Нет, он просто Бога любит. Он просто понимает, вот он настолько благодарен Богу, что вот он не может вот просто вот ничего ему не дать. Вот это, что называется, от чистого сердца. Он использовал любую любовь. А можно спросить, вообще все эти жертвы имели по этому названию? Может. Какой? Очень важный, они покрывали грехи. Ну, за счет чего? Ну, понятно, что Богу от этого барана. Богу нет. Но, как говорится, для человека это играло роль. Ну, ты уже, Рома, человек взрослый. Поэтому ты можешь прочитать книжки Рене Жирафа. Либо «Козел отпущения», либо «Священное насилие». Там очень хорошо, как бы, вот эта тема жертвы поднимается. Они, конечно, толстые, но классные. Это больше, наверное, не за людям. Конечно. Потому что, то, что делали люди, это ведь был процесс воспитания людей, подготовки к приходу Мессии. То есть, понимаете, вот Бог начал делать вообще с дикарями. И должен был их вывести на какой-то, поднять их на какой-то более высокий уровень, для того, чтобы они уже могли восприниматься, чтобы им дальше открываться. Потому что, когда человек еще, что называется, только с дерева слез, с ним сложно говорить на высоком языке. И Бог, даже если бы во всей планете открылся, люди бы не были способны его это все оценить, принять. И толку там было бы не было. То есть, для того, чтобы Богу дальше открываться людям, нужно людей подготовить к этим откровениям. Потому что, пока человек не готов, это будет метание бисера перед свиньей. И еще здесь вторая жертва упоминается двумя словами. Благотворение и общительность. Вот под общительностью имеется в виду не способность, скажем так, провести дружескую беседу. Потому что, когда мы говорим общение, мы всегда подразумеваем разговор. Общительность – это способность свое сделать общим. Ну, например, у меня что-то есть. Вот, допустим, у меня есть комната. Хорошая, где может собраться много людей. Но она моя. Я могу из нее там свой личный там домашний кинотеатр как устроить и получать новые удовольствия. А я могу эту комнату использовать для блага общим. Дать возможность, если, например, у нас там нет других подходящих помещений, дать возможность им собираться. Или, например, у меня есть машина. Я могу просто сам приезжать на благослужение на этой машине и уезжать. А я могу приехать и, например, либо какую-нибудь бабушку довезти, как вам, а потом назад отвезти домой. То есть использовать ее не только для себя, а еще сделать ее общим. Вот это имеется в виду жертва общительности. Не поговорить, а чем-то поделиться. То есть это практически синоним благотворительности. Потому что такие жертвы благоугодны Богу. Если мы чем-то делимся с ближними, свое делаем общим, это опять же дело любви. И таким образом мы являем, во-первых, Христа в этой жизни. Потому что Бог свое сделал общим. Своим поделился с нами. Потому что Он не мог. Потому что Он не может не любить это Его сущность. И поэтому вот у Него есть там любовь, сладость и так далее. И Он этим делится с нами. И работает над нами так, чтобы мы были способны это все принимать благодарностью. Потому что любовь это не та вещь, которую можно навязать. Нельзя никого заставить любить. Это всегда очень все добровольно. Потом, опять же, еще с апостольских времен, воскресный день, первый день недели, стал днем, когда христиане откладывали средства для помощи кому-то. Ну вот, например, 1 Коринфянам 16 глава. В первый, это Павел пишет. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя, изберегая, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать спору, когда я приду. Немножечко объясню, о чем здесь. Павел готовился идти к Иерусалиму. И он проходил разные церкви, но, как правило, те, которые он основал. И он собирал пожертвования для Иерусалимской церкви, потому что там сложные времена наступили. И вот те общины, куда он собирался прийти, он их просил, чтобы они в первый день недели откладывали какую-то сумму. Для того, чтобы, когда Павел Данил дадил, чтобы он ее сразу получил и пошли дальше, не задерживался. Чтобы не делать поборок Данил. То есть, вот, что такое гуманитарная помощь знали еще в первом веке христиане. И в деяниях мы находим несколько, и в деяниях, и в посланиях апостольских мы находим много примеров такой поддержки. И вот тоже, да, вот есть, например, какой-нибудь большой такой вот благополучный городской храм. Ну, где есть все. Современный? Современный. То есть, все у них хорошо. То есть, как сейчас наши? Ну, да, да. Вот. Вот. Они тоже могут вот просто вот себе так жизнь обустраивать, обустраивать и обустраивать. Потому что совершенства предела нет. Вот. И всегда найдется куда деньги потратить. Вот. Но если они понимают, что вот на самом деле они могут вот как община обходиться куда более, значит, скромными там вещами. И не слишком достаточно так жировать. Вот. Ну, вот где-нибудь, в каком-нибудь селе неподалеку. Вот. Вот маленький храм, старенький, такой, который нуждается в обновлении. Туда недавно прислали священника для того, чтобы он там как-то поднял общину и вообще создал ее фактически с нуля. Вот. И они прекрасно понимают, что этот священник в очень сложном положении. У него еще нет общины, которая могла бы на что-то скидываться, на что-то жертвовать. И он нуждается в поддержке. Ну, допустим, епархия, там, миссионерский отдел особо такого человека не поддерживает. Но они знают, что вот он достойный хороший человек. Поэтому они запросто могут организовать сбор средств на поддержку такого храма. И не только средствами помогать, а, например, там, хор свой отправить туда. Еще там что-то сделать, там, провести какие-нибудь курсы, там, для жителей той местности. Там еще что-то. То есть способов помочь много. Было бы желание. И так получается, что вот есть у одних что-то такое вот хорошее, благополучное, а рядом кто-то, кто нуждается в серьезной помощи. И очень важно замечать эти места и этой помощи тянуться. А тогда правильно будет, что если вместо того, чтобы дальше благоустроить свой храм, они эти деньги отдадут ему священник. Это будет правильно. Конечно. Ну, потому что, ну, иногда можно, как бы, ну, можно благоустроиться по-дорогому, и это будет излишне. Ну, а можно, как бы, обойтись боя какими-то простыми. Хорошо. А тогда это означает, что, в принципе, смысла в более каком-то еще лучшее благоустройство храма, в принципе, нет. И деньги нужно всегда тратить на что-то более благородное? Ну, разные бывают ситуации, потому что иногда имеет смысл построить большой, красивый, но, понятно, это все будет дорого, храм. Ну, можно придумать, хотя, лично я не ставлю таких вот строек, на самом деле, потому что я знаю, что содержать это очень дорого. Такое чувство есть. То есть, если община большая, крепкая, благополучная, и она может себе это позволить, пожалуйста. Угу. Ну, если позволить не может, ну, нет смысла вот так напрягаться. Да, но община найдется что-то, как не видит возле с собой. Ну, опять же, в ранней церкви таких строек века не было. Ну, понятно. Это гораздо позже уже. Ну, вот я спрашиваю, тогда нужно ли построение таких индиозных строек и улучшение все время... Лично мое мнение, что особой нужды в этом нет. То есть, в принципе... То есть, можно лучше иметь много маленьких общин, которые будут... Которые будут всегда полные, чем больше, когда... Да, да. И в которых никто не любит друг друга знать. Да. Тогда зачем вообще-то это? Ну, это вопрос к тем, кто такой строит. Ну, например, та... Вот моя община собирается в большом красивом храме. Вот, но она его не строит. Он ей достался, что называется, даром. Вот тут другая ситуация. Раз достался, значит, нужно его наполнить. То есть, у нас задача так работать с людьми, чтобы у нас... Ну, действительно, при храме была хорошая община. Тем более, там, миссионерское поле, как бы, еще пахать и пахать. Потому что район большой спальный, церквей мало, народу много. Ну, и как-то что-то стараемся делать, что-то повыше. А когда... То есть, в таком случае, как бы, например, в большом районе, просторный храм, до которого легко добраться, пешочком можно, может быть, и вполне уместен. А строить что-то выдающееся в том месте, где людей мало. Ну, будет стоять. Ну, опять же, времена бывают разные. Вот в Англии в свое время много каман подостроили. А потом, как бы, упадок лета пошел. Ну, и сейчас они просто стоят, а строили основатель. Там он даже, если его просто закрыть, и о нем не заботиться, он будет стоять и стоять. Потому что англичане строить умеют. Но он стоит. И поэтому там их используют, и под рестораны, и под выставки. Или просто вы стоите себе заколочек и все. Надо поехать и расколотить. Ну, как правило, люди перетекают немножко в другие общины. То есть, никто не хочет приходить на богослужение ради храма. А вот ради людей, ради вот этого общения и любви приходить будут. Поэтому лучше скромненькое помещение, но наполненное любовью, чем большой холодный храм, в котором любви. Еще один очень интересный вид жертвы. Снова-таки Павел пишет. Я вам прочту из современного перевода. Это послание Римлянам, 15-я глава. «И все же я позволил себе написать вам, желая напомнить некоторые вещи. Потому что мне поручено Богом быть служителем Иисуса Христа для язычников, чтобы, исполняя свой священнический долг проповедью радостной вести, принести Богу как угодную ему жертву, освященную Духом Святым». Тут Павел сравнивает себя со священником, который приносит приношение. Как раз вот тут слово «просфора» используется. Но этим приношением являются христиане, обращенные из язычников. То есть, если вы помогаете кому-то прийти к вере в Иисуса Христа, это тоже ваше приношение Богу. Это те плоды, которые вы приносите Богу. А для того, чтобы принести, например, земледельцу плод, ему нужно потрудиться. Для того, чтобы привести Богу обращенных людей, нужно опять же как-то потрудиться над этими людьми. Нужно очень потрудиться. И вот такие вот разные приношения духовной жертвы мы можем... Вот мы их посмотрели, да? Во-первых, что-то материальное мы можем нести от продуктов до денег. И если мы, например, приносим деньги или приносим продукты, мы должны позаботиться о том, чтобы они были правильно потрачены. Это не хорошо, когда все эти церковные ящики превращаются в черные дыры, такие вот бездонные закромородины, в которых люди деньги кладут, и никто не знает, на что эти деньги тратятся. Община имеет право и должна и обязана интересоваться, на что идут эти деньги. К сожалению, я в разных, как бы, бывал общинах. Ну, помимо, скажем, со своих родных еще там разные, там, в гостях был во многих местах. Но я в Украине, например, я не знаю, ну, это сложно мне припомнить общину, либо были регулярные ежегодные бухгалтерские отчеты о том, куда, сколько денег собрано и на что они потрачены. Вот, особенно, ну, в православных приходах я такого, например, не знаю. Я знаю, что такое где-то есть, но лично я это своими глазами не видел. Но, с другой стороны, в принципе, такое должно быть вообще исключено в нашей церкви, что все по сторонам же доверие? Нет, вот как раз вот доверие подразумевает и вот эту подотчетность, добровольную. Ведь знаете, где я это иду? Ну, а тут, да, у прихожан должен появляться интерес к тому, как-то так. Если они община, ведь они собирают средства. Понимаете, очень простая штука. Если человек на что-то жертвует деньги, он желает видеть результат. Он желает, чтобы эти деньги действительно были потрачены на что-то важное и нужное. Это очень нормально, очень естественно. Знаете, где я видел вот эти все отчеты, эту всю отчетность? Когда я был в Лондоне, в том соборе, где служил митрополит Антоний Сороский. Там это есть. И когда люди знают, как расходуются их средства, они жертвуют раньше. Это проверено на практике. Я когда-то работал в одной миссионерской организации, и там был такой принцип, правило такое, что каждый миссионер сам должен обеспечить финанс на свое собственное служение. То есть, весь учебный год я работал со студентами, а летом я искал эту самую финансовую поддержку. То есть, я беседовал с людьми, расследовал, чем я занимаюсь, и просил их помолиться. И спросить у Бога, желает ли Он, чтобы они поддержали мое служение? Если да, то каким образом? Вот. И, поверьте, каждый месяц на мой счет приходила очень кругленькая сумма, на которую я мог снимать и квартиру, и жить с семьей, и еще там, как говорится, иметь средства на всевозможные и необходимые материалы для обеспечения этого служения. Вот. Но я этим людям регулярно отправлял письма. Как у меня дела идут? Вот. Может быть, о чем, какие у меня там проблемы, о чем они, о чем я хотел бы, чтобы они помолились? Как их средства расходуются и так далее? И когда человек такие отчеты получает, он знает, что вот, поверьте, люди хотят жертвовать. Но они не хотят жертвовать черную дорогу. Они хотят видеть плод, они хотят видеть результат. И те мудрые пастыря, которые не просто вот священники, да, вот как покойный отец Александр Клиницкий говорил, что плохих священников не бывает, но бывают плохие пастыри. Потому что пастырь, он знает, что делать с общиной, как с ней работать. Вот. И когда он знает, что делать и как работать, он позаботится о том, чтобы людям также было известно, какие может таковы. Потому что люди, например, священник может переживать боль, в этом месяце мало средств, и, например, зима приближается, нам завтра преднепутить нечего. Но возьми, расскажи людям, сколько, какой счет выставляется за отопление, сколько средств нужно, почему нужно об этом облачать. Пусть люди знают. Вот мне интересно, ну, быть там пастырем, это начать там как-то, ну, не знаю, не руководить, ну, короче, заботиться там об общине, как-то знать о них все. А если там какой-то огромный собор, у которого общину, вообще, даже сложно как-то определить, в котором там тысяча людей, то что-то, да. Когда большой приход, то внутри прихода может быть несколько общин. Так. То есть, священник, он, как бы, ответственен за всех, но есть, у него в приходе разные общины. И руководителями этих общин могут быть не обязательно священники, могут быть миряне, которых сама община выбирает. Но они все, так ли, за подотчет на священнику, и вот был случай, во времена, описан, во времена исхода, когда огромная масса народу, да, вот Моисей там, над ними такой вот вождь, лидер. Ну, у людей разные проблемы возникают, спор какой-то возникнет, еще там чего-нибудь. И они хотят, чтобы Моисей их рассудил. И вот стоит огромнейшая очередь к Моисею, и Моисей с утра до вечера сидит, он уже сам устал. Вот, а люди все идут, уйдут. А как это, а как то, а как рассудить их? Ну, и тесть Моисея, был умный дядька, он посмотрел, там очень забавно это все, описано в Писании. Он подходит к Моисею и говорит, а что это такое ты с народом делаешь? Он буквально так говорит, что ты с людьми делаешь? Ну, Моисей начинает жаловаться, ну вот, значит, у них там разные там вопросы, там, нужно, они ко мне приходят, что я их рассудил. Зачем ты этим этим всем занимаешься? Ну, раздели народ по-нормальному, организуй. Вот, раздели их, например, там, на сотни, да? Потом на тысячи, ну и так далее. И вот есть, например, там, глава семейства. Вот ты пусть и скажи, что если у них какие-то вопросы, пусть к этому главе приходит. Если он не может этот вопрос разрешить, пусть он к начальнику над сотней, к сотнику, значит, отправляет. Если сотник не может вопрос решить, пусть уже тогда к тысячнику. Но если тот уже не может решить, тогда уже пусть ко мне приходит. И все. И многие вот эти вот мелкие вопросы, они отсеивались вообще на ранних этапах. И получается, что до Моисея доходили уже уж очень такие вот серьезные вопросы, которые действительно очень важные. И требовали уже его, значит, мудрости. Вот, а все остальное можно было решить гораздо проще. Это хороший, опять же, пример, замечательный принцип. И почему бы так не делать? Вот пример из священного описания. Замечательный. Ну вот, я хочу напоследок прочитать вам отрывок из беседы Иоанна Златоуста, которая как раз касается этих предношений. «Да пусть не являются предлецом и с пустыми руками», — говорит закон. То есть, не приходи без жертв. «Если же не должно входить без жертв в Дом Божий, то тем более не должно в собрание к братьям. Лучше это жертвое предношение, когда ты войдешь сюда с душой. Не видите ли, как ученые голуби, вылетая, увлекают за собой других? Так будем поступать и мы». В самом деле, какое будет у нас оправдание, когда бессловесные животные могут уловлять подобных себе животных, а мы, отвлеченные словом и мудростью, пренебрегаем такой уловленью? «В прежней беседе, убеждая вас, я говорю, пусть каждый из вас подходит к домам ближних, вышедших ожидает, удерживает и ведет к общей матери. Пусть подражает людям пристрастным к зрелищу, которые со всем усердием, собираясь вместе, с раннего утра ожидают этого беззаконного зрелища. Но такое повещание наше нисколько не имело успеха. «Потому я опять говорю и непрестану говорить, пока не произведу убеждения. Никакой пользы не принесет слушание, если оно не будет сопровождаться деятельностью. Даже мы навлечем на себя техчайшее наказание, если непрестанно слушая одно и то же, не будем исполнять ничего из сказанного. А что за это предстоят техчайшие наказания? Послушай Христа, который говорит, «Если бы я не перешел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе свое». И апостол говорит, «Не слушайте ли закона, праведный пред Богом, но и сломайте ли закона, оправданный Богом». То есть он не устает повторять, что если вы идете в храм, несите вот этот вот плод. И как раз он имел в виду плод, вот приведенные люди на богослужение. И он даже сравнивает как бы христиан, что вот посмотрите, ну там на животных, животных, например, приводят, да, и приводят, как бы сейчас сказали, там, не знаю, там, футбольных фанатов, да. Вот люди там собираются на какие-то зрелищи, на стадионах, либо спортивные состязания, либо какими-то там боями, гладиаторами, и они ждут этого зрелища. Они всем рассказывают, вот да, мы на такое событие пойдем. И они как бы вот своим этим вот, таким воодушевлением заражают всех. И они, когда приходят на это состязание, то они целую компанию приводят. А вы приходите в церковь, потому что это намного хуже. Но это не так зрелищно. Вот в том-то все дело, когда, понимаете, очень тяжело человека просто позвать в церковь из-за этой самой зрелищности. Потому что человек пришел, даже если служит там на русском и в брусском, все равно мало чего понятно. Вот. И вообще вот так все странно. Вот. Но когда... Ну, это да. И то, знаешь, не всякого человека можно привлечь хоровое пение. Нет, с другой стороны. Мне, например, интереснее какая-нибудь группа классная, чем хоровое пение. У меня другие музыкальные пристрастия, скажем, да? Ну, тут другой вопрос. Вчера Андрей Черняк, он цитировал деяние, конец второй главы деяния, о том, как жили первые крестьяна, чтобы они пребывали в общении, там, преломлении хлеба, в молитве, в учении апостола, имели всеобщее и так далее, и так далее. И там дальше написано, были в любви всего народа, и Господь ежедневно прилагал спасаемых в церковь. То есть, когда вот в общении есть вот эта вот деятельная любовь, там нет ничего такого зрелищного, ничего такого, так сказать, ординарного, но там есть сверхъестественная любовь, которая с ним происходит. Вот это привлекает лучше всей зрелищи. зрелищности. Да, но в реале, я думаю, можно так в первый раз заметить, просто передать. Я вот тоже хотел спросить, а как это умеет показать? Вот. И рассказать это, как это должно правильно преследить? Очень-очень просто. Ну вот, да, вот люди часто, например, там в храм собираются, ну и так вот человек пришел, зашел в храм, да, подошел к иконе, там, поцеловал, пошел там, свечку поставил, остался в этинаронку, то есть общения между людьми как бы особого нет. То есть есть какие-то действия человека по отношению к Богу, но между людьми как-то все никак. Обычно на контакт идут бабушки. А когда... Замечание. А теперь смотрите, когда вы приходите в храм, а когда есть община, все меняется, потому что община — это семья. Люди приходят в храм. Даже та радость, с которой они друг друга встречают, она уже о многом говорит. когда человек зашел и там всех встречает, как мы на Келбы собирались, да, выходят из автобуса, все обнимаются, целуются. Потому что все друг друга уже знают. Нет, друг друга люди. Люди годами ходят, когда люди годами в храм ходят, и даже имени друг друга не знают. А если вообще человек новый, как вообще его привести? Ну, его тоже надо как-то встретить. Я удивился, если я притворю в храм, я тебя обнимаю. Ну, отец смотрит всегда, когда, если он приходит в храм и заходит не в алтарь сразу, а проходит по храму, он абсолютно каждого обнимает, приветствуется, там, знакомый или незнакомый. Знаете, как... Это, это, конечно, все равно люди смущаются, как бы их не обнимают. Люди могут смущаться, но никто не может устоять перед проявлением исконней любви. Нет, я имею в виду... Человек может бояться, что его начнут обнимать, но когда его обнимут, вот, очень классно. Нет, это я к тому, что каждый, ну, обычно человеку трудно представить себе, что он ходит, кого-то обнимает. поэтому вот тот, кто прицеп во Христе, как Павел говорит, имеет значение вера, действующей любовью. Ну, ну, Аля, ну, если серьезно, ну, приходишь ты в храм, то, ну, как тут проявить эту любовь? Ну, Аля, ну, вот это, вот, нарочно, вот вам задание, до завтрашней встречи, подумать, подойти к этому вопросу изобретательному. Просто вот подумайте, что может сделать община для нового человека, приходящего в ее храм. учитывая. А община какая, размер? Ну, предвидетельный. Ну, не знаю, возьмите 50-50 человек, 100 человек, ну, такую, небольшую, небольшую. Хорошо? Подумаем об этом. Вот что мы можем делать? Вот как мы можем встретить нового человека, который хочет вам? Вот только вот он первый раз. Он первый раз. То есть, все друг друга знают. А, да, то есть, у нас вся община между собой очень хорошо общает. Да, община друг друга хорошо знает. Все знакомы. Давно, и все в порядке. И вот приходит новый человек, и все ведь сразу знают, что это новый человек. Ну, да. И он приходит один. То есть, не кто-то его из... Кстати, можно подумать, когда ты приводишь, например, своего друга, который здесь впервые, и когда человек просто вот с улицы зашел. Что мы можем для него сделать? Как мы можем его сделать? Это задание. Хорошо? Хорошо. Все.